Здравствуйте, меня зовут Анистасия, и мы с вами сегодня нашу лекцию посвятим фарфору. Мы с вами каждый день пользуемся в группе фарфора, и для нас это совершенно обычное явление. Есть из фарфоровых тарелок, из фарфоровых чашек. И мы с вами сейчас вообще не можем представить, что когда-то этого материала не было. Была керамика, она была популярная, известна. Был металл, была слоновая кость, было распространено стекло. А вот такого явления, как фарфоры, оно не существовало, его не знали. И когда фарфор изобрели китайцы, он распространяется по всему миру и попадает в Европу. И европейцы, они просто заболели вот этим материалом, фарфором, потому что им казалось это что-то необыкновенное. Мы все видели, да, морские раковины, и они такие плотные, ну по составу, да, морская раковина, и пропускает свет. И когда появились в Европе первые изделия из фарфора, то казалось, что вот эти фарфоровые изделия, они очень напоминают раковины морские. Также пропускают свет, тоже такие гладкие и светлые. И вот этот фарфор, он вообще завладевал умами людей, и про него складывались всякие фантастические истории. Очень дорогой был фарфор, он был дороже бриллиантов. Часто продавали фарфор по весу, столько же, сколько весило золото. И правители разных стран мечтали получить фарфор. Почему? Потому что считалось, что фарфор нейтрализует яд. Если вспомним Европу средневековую, то там очень много разных государств. И мало земли, все время происходит в истории отравления какие-нибудь, захват территорий. И очень боялись прийти на пир и отравиться. И часто можно встретить вот такую ситуацию, что приходит сосед, к соседу, который устраивает пир, и ему в кубке, да, в золотом или серебряном, подносят вино. И тот говорит, нет, нет, я сегодня плохо себя чувствую, я не буду пить вина. А через какое-то время хозяин дома ему подносит вино уже в фарфоровой чаши. И он говорит, ой, я уже лучше себя чувствую. И выпивает. Он не боится, что вино может быть с ядом, потому что была вера в то, что фарфор нейтрализует яд. Поэтому за фарфор отдавали города, за маленькую чашечку могли отдать. Отдавали конные полки. И вообще фарфор очень ценился. Вот у вас появилась чашечка, вы ее вот так бережете, из нее пьете, и в один момент, неосторожное движение, и чашечка разбилась. Ну или там статуэтка, то, что у вас появилось, да, разбилась. И тогда вы собираете мельчайшие вот эти осколочки, складываете их и несете ювелиром. Ювелир берет золото и обравляет все эти осколочки, там для женщины в ожерелье, в сервере, в коице. И потом устраивает какой-нибудь пир, и туда приходит женщина в богатом костюме, и у нее все украшения из фарфора. И все на нее смотрят и восхищаются тем, как она вот украшена. Потому что фарфор – это было что-то невиданное, непонятное вообще явление. Что же это такое? И про фарфор. Вот мы сегодня фарфор ценим за крепкость, да, потому что фарфоровая масса, она очень крепкая. Если чашка упадет, она не разобьется. Если глиняное изделие, я не знаю, какой-то уравнитель, то глина быстро распадается. Фарфор, он очень плотный по составу. И его еще не только за плотность, за белизну оценили, а оценили еще за звук. Когда мы в магазин приходим, там стучат по фарфору. А вот раньше этот звук тоже привлекал, и смотрели, в чем лучше фарфор, тем он звонче звенит. И были разные догадки в Европе, из чего же этот сделан фарфор. Первое, что приходило в голову, это то, что это сделано из морских раковин. И были алхимики, и они искали рецепт фарфора. Они толкли раковины, с чем-то смешивали, и пытались изобрести вот такую массу, чтобы она могла превратиться в фарфоровое изделие. И про фарфор говорили, что он должен быть тонкий, как бумага, белоснежный, как снег, и твердый, как металл. Вот эти свойства ценились очень сильно в фарфоре. Алхимики, вот разное пробовали, они толкли раковины морские. Они считали, что это сделано из яичной скорлупы. Проводились опыты с яичной скорлупой. И было еще одно такое очень стойкое мнение, что фарфор делают из костей рыб. Но эти кости надо высушивать сто лет. Только потом они приобретают свои свойства, и из них можно сделать фарфор. Вот то, что было в Европе. Алхимики искали рецепт фарфора. И в Китай все время приезжали путешественники, то, что там мы сейчас поназвали ученые, когда называлось алхимики, и покупали усиленно китайцев, чтобы те рассказали, как же устроен фарфор, из чего же китайцы делают вот эти удивительные вещи. И много осталось документов о том, как китайцы всегда брали деньги, туда шли большие деньги. Некоторые страны устраивали отдельную статью расходов для подкупа китайских мастеров. Такая же была статья расходов в свое время и у России. И туда ехали путешественники, специальные люди. Они пытались выкупить этот рецепт. Китайцы всегда говорили, да, 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 брали деньги. И никогда за всю эту историю, пока не был открыт фарфор в других странах, ни один китаец не сказал правду. И в Европе не понимали, ну как же вот эти китайцы делают фарфор. А оказалось все удивительно просто. В Китае есть гора. И эта гора называется Гаолин. И состоит эта гора из чистейшей белой глины. И вот эта как раз глина есть в основе фарфора. Вот это слово Гаолин, оно потом трансформировалось. И мы сейчас используем слово Каолин. Каолин это вот такая белая хорошая глина с определенными свойствами. Есть два типа глины. Глина бывает жирная. Эта глина обладает определенными свойствами. Вы из нее что-то делаете и отправаете в печь. В печи она очень хорошо обжигается, все с ней замечательно. Но она жирная и плохо держит форму. И после обжига всегда форма деформируется. И есть такой тип глины, как под названием тощих глин. Немножко другие по составу вот эти массы глины. Но из этой глины, из тощей, очень здорово лепить. Вот как вы не слепите, форма будет держаться. Но у тощих глин есть недостаток. Если вы отправляете в печь, то в печи эта глина плохо спекается. И когда вы достаете, сосуд достаточно хрупкий. Неосторожное движение, он начинает ломаться, разваливаться и так далее. И китайцы как раз обнаружили целую гору, вот эту гору Гаалин, которая состояла из белой глины, из тощей белой глины. И из нее делали сосуды. И они заметили, что вот эти сосуды из этой белоснежной глины, она очень дает хрупкость этим изделиям, этой глины. И они стали думать, что делать. Проводили эксперименты, и вдруг неподалеку от этой горы они обнаружили залежи так называемого китайского камня. Этот китайский камень больше в мире нигде нет такой породы. Там соединены два компонента. Кварц и полевой шпаг. А вот в Китае просто есть вот такой камень, в котором изначально два компонента соединены. Китайцы взяли этот китайский камень, подробили, промыли, потому что он желтенького цвета, когда его промываешь, он становится беленьким. Смешали вот этот китайский камень, смешали чистейшую белую глину Каалин вместе, перемешали, и у них появился секрет фарфора. Все очень просто, просто природный материал. Здесь гора, здесь у подножия горы китайский камень, соединили, и появился вот этот таинственный фарфор. И первый фарфор, он был, очень часто покрывался коричневым глазурькой. А вот что я вам еще хотела сказать. Когда вы из вот этой массы фарфоровой делаете сосуд, ну, к примеру, сосуд, вы его отправляете в печь. Из печи вы достаете, и поверх, у вас сосуд белый, белый красивый, из печи вы достаете, но он шероховатый. И вот этот шерох, когда шероховатый фарфор, после первого обжига называют бисквит. Можно в литературе встретить, когда описывают куклу, ну, это и раньше, особенно в 19 веке, да, в произведениях встречаются, описывают куклу и пишут, у куклы была бисквитовая головка. Сейчас непонятно, что это такое. А бисквит, бисквитом назывался фарфор, который прошел один обжиг, и он шероховатый. Когда у вас появился бисквит, вы его покрываете сверху прозрачной глазурью. Глазурь – это стекло, да, в данном случае прозрачное, толченое, с водичкой его смешали в чане, да, сосуд опускаете в чан, он как раз попадает в ванну, где вот это толченое стекло с водой перемешано, достаете, высушиваете и отправляете в печь. В печи стекло у вас растекается, и вы из печи достаете сосуд, он былоснежно-белый, но уже не шершавый, а гладкий. Вот это уже настоящий фарфор, который мы с вами пользуемся. И когда мы видим просто белый предмет фарфоровый, к примеру, ну тут случайно получилось, ну вот к нашей теме, то мы уже это называем бельем. Есть такой термин, да, два фарфориста между собой говорят, я поехал за бельем. Это значит, он не поехал куда-нибудь в гостиный двор, да, это значит, что он поехал на фарфоровый завод и купит чисто белый фарфор, белье. А потом уже по своему усмотрению будет его расписывать. И вот китайцы научились делать бисквит, потом они научились покрывать белой глазурью, появилось вот такое белье, и они его расписывали. И расписывали часто очень коричневыми глазуриками. Вот такой самый распространенный фарфор. Ну вот мы встречаем, да, тут даже китайцы сами себя изображают. Есть изображение китайских сосудов. Ну это самые такие типичные китайские сосуды, которые мы можем встретить в магазинах или на картинках. И у нас с вами китайская посуда все-таки ассоциируется с синим цветом. Изначально китайский фарфор не был синим, он был цветным, таким, как я вам сейчас показывала, или в коричневых гаммах, или там уже в разных. А синий фарфор, китайский, появился в 14 веке. Это очень массово, в массовом уже производстве. Потому что в середине 14 века Китай попал под влияние Монгольской империи. Монгол, ну была промонгольская политика в Китае, ну недолго, в течение 100 лет. И когда пришли монголы в Китае к власти, монголы, они по вероисповеданию мусульмане. А синий цвет, это мусульманский цвет. Цвет связан с небом, с верой, цвет Мухаммеда. И из-за этого на фарфоровые мастерские пришли заказы, чтобы делали посуду, которую покрывали синим цветом, то есть кобальтом. И появляется вот такая синяя посуда. И эта синяя посуда, она очень понравилась как самим китайцам, так и европейцам, которые ее покупали. И поэтому вообще в сознании китайская посуда у нас ассоциируется с синим цветом. Потому что она так понравилась, что стала популярна, и уже монголы вроде и ушли, у Китая там свои династии стали править, но синяя посуда, она осталась. Вот еще тут такая тарелочка синяя. И китайский фарфор, он у нас ассоциируется с синим цветом, но еще получается со средневековья, потому что как только в Европу стал поступать загадочный китайский фарфор, его пытались имитировать. Все, что напоминало китайский фарфор, все было очень дорого. Если мы вспоминаем голландскую плитку, которая сделана не на фарфоре, оно покрыто белой глазурью, а сверху расписано синим, это все отсылка к Китаю. Все время были имитации китайского фарфора за счет соединения белого и синего. Если мы пойдем с вами в Менщиковский дворец, то мы с вами увидим интерьеры, покрытые синей плиточкой. Петр I поехал в Голландию, увидел синюю плитку, а это напоминает фарфор, потому что фарфор неизвестен ни в Европе еще к этому времени, ни в России. И хочется иметь фарфор. И Петр I сразу пригласил мастеров, и в Менщиковском дворце делают интерьеры белосиние, что напоминает о китайском фарфоре. Потом вот у нас известна джель, да? Джель изначально цветная была, а потом решили джель сделать под китайский фарфор. И наши формы, которые у нас в джеле были распространены, стали расписывать только синим цветом. Это вот все время было тяготение к имитации китайского фарфора. Он оценился очень сильно, и казалось, что красивее китайского фарфора не может быть. Ну вот еще, да, у наших джель, которые стали сильными. И вот возвращаясь к нашему китайскому сосуду. Ну, это один из сосудов синий, то есть он идет с 14 века, после того, как монголы завоевали ненадолго Китай. И вот из чего состоит эта масса. Вот посмотрите. Вот калийн, это обыкновенная белая глина, ну вот кусочек, и китайский камень. У меня нет изображения китайского камня, но китайский камень состоит из двух компонентов. Вот из кварца и полевого шпата. Только в Китае эти две составляющие были вместе. И вот полевой шпат с кварцем перемешан, пол там промывали, соединяли, и у вас готова фарфоровая масса. А вот сюда, почему-то перепуталась картинка, переехала. Вот промывали, что поминает китайский фарфор. И вот здесь плохие есть фотографии, но просто больше нигде не смогла вам найти. Существовали огромные печи, где обжигался китайский фарфор. Потому что фарфор с удовольствием покупали во всех концах мира. И печи были рассчитаны сразу на 3000 ваз, сосудов, ну то, что там, сутееток и так далее. И это были огромные помещения. На сегодняшний день сохранилась лишь одна печь. Она называется драконовая печь. Она даже действующая. Она идет по склону холма. С виду вот так она уходит на холм, там спускается, а внутри есть помещение. И все эти помещения, от пола до потолка, закладываются вот этими фарфоровыми изделиями. Ну вот внутренность вот этой печи драконовой. И вот такие коридорчики, они все полностью закладывались в изделие. Сейчас покажу вот так. А не живем? Вот посмотрите, печь топится. Здесь у нас топка, и наверху лежат бревна. Нужно было, чтобы протопить такую печь, она тянется 80 метров, чтобы ее протопить, надо было 6 тонн гревесины. И там несколько дней у печи находились мастера круглосуточные, да, было дежурство вокруг, рядом с этой печью. И в печь туда, вовнутрь, вкладывали дрова и смотрели по цвету черепка, сколько еще топить. Несколько дней топили, и после этого печь оставляли в покое на 3 дня. Через 3 дня открывали печь, мастера одевали на себя мокрую одежду, одевали варежки с 10 слоями ваты и заходили в печь, которая еще не была не остывшая. И по одному сосуду выносили на воздух из этой печи. Почему? И когда они выходили, на них уже одежда высыхала, они опять все снимали, смачивали свою одежду и опять заходили. С чем это было связано? С тем, что, чтобы протопить такую печь, нужно очень много дров, времени и так далее. А есть еще изделия, которые нужно сушить. Есть такое понятие у фарфористов, как сушила. Это то, где хорошо просушивается изделие. И когда все вынимали из этой печи, там жарящий сильный сохранялся. И туда начинали заносить сосуды, которые впоследствии будут проходить обжиг. но они сушились в вот такой горячей печи. Ну вот здесь мастера закладывают в печь, но вот примерно не так выглядит. А если бы они были в одеждах, это значит, что они вытаскивают. И сейчас, может, такая будет картинка одной из вас, да, китайской. Но я вам сейчас хочу рассказать страшную историю, которая связана с китайским фарфором. Китайский фарфор, мы вот называем его фарфор, вообще произошло слово фахфуре, фахфуре, что переводится императорский или сын неба, что было одно и то же. Так вот, китайский фарфор изначально делался только для императора. И как только появилось много мастерских, тогда он стал делаться на продажу, для придворных и так далее. И когда император устраивал огромные праздники, то каждому гостю подавалась фарфоровая чаша, из которой он пил вино. И в течение праздника в этот зал, где были гости, заходил карлик, изуродованный карлик, который нес поднос. Он мог идти очень странной походкой, лицо, как правило, у него было обезображено, но публика, которая была на Перу, она была в восторге, это очень всегда веселило. Это что-то такое, ну, заморское, странное явление, выходит, тоже ходит с руками, ногами, но не похоже на всех. И вот этот карлик, уродец, он подходил к императору с подносом, на котором была тоже чаша фарфорва, он подавал, чтобы император выпил вино с этого подноса. И вот такое явление, как карлики и уроды, они были очень вообще популярны. Вообще, понятие шута идет из ранней истории, зафиксировано, зафиксировано такое явление древними авторами с 5 века до нашей эры. Но понятие шута, оно имело очень такую сакральную нагрузку. Изначально это был близнец короля, близнец правящего, человека, который мог говорить то, что не мог себе позволить правитель говорить. И шутов боялись, к ним прислушивались, и было такое особое отношение. И на Руси у нас шуты были, были разные шуты, которые на базарах на Руси, например, называют скомарохов. Но вот в Европе очень вообще поздно появились уродцы. И для России это явление не было популярным, только вот Петр Первый впервые завез к нам карликов. И вот начались потехи, потом вот после, начиная с Анны Иоанновны, очень сильно, много внимания уделялось карликам и вот этого развлечения. А вот на Востоке уродцы, которые при больших домах существовали, жили, это было явление распространенное, модное. И чтобы появляли, поскольку был спрос на вот таких уродцев, то был избыт. Раньше делали, как вообще часто происходило, что рождался какой-нибудь ребенок, или покупали детей, и там в детстве проводили пластическую, да, там операцию, чтобы у них лицо превратилось в маску, потому что людей это очень развлекало. или выкручивали суставы при рождении, чтобы очень странно выглядело человеческое тело. И часто очень было распространено спаивать детей, чтобы они перестали расти, у них деформируются органы, да, там кожа, лицо, опухоль, и вот потом их продавали ко двору. И с чем сейчас связана наша парфоровая ваза? А с тем, что китайцы это были первые люди на нашей планете, на нашем мире, кто придумал создавать уродцев на поток. И в этом участвовали вот эти китайские вазы. Что делали? Называлось снять мерку по-живому. Хозяин говорил, богатый человек говорил, я хочу иметь вот карлика, но не знаю, чтобы у него там руки были такие же, вот такой, он вот так странно ходил. И тогда разрабатывался план и делался сосуд. С виду был очень красивый сосуд, его расписывали, он был образцом искусства, а внутри он был не просто вот такой полый сосуд, а там были пустоты и заполнения, пустоты и заполнения, такие, какие нужно было. И туда, в этот сосуд ставили ребенка примерно двух-трех лет, так, чтобы ножки из этого сосуда торчали и голова торчала. И ребенок с двух-трех лет рос в этой вазе. На ночь сосуд переворачивали на бок, чтобы он спал, а днем опять ставили на ножки. и были целые залы, где стояли вот такие китайские роскошные сосуды, расписанные, а в этих сосудах были детки. И были где-то дома или производства, где деток этих развивали, чтобы они еще там умели говорить, были образованные и так далее, а где-то не развивали, в зависимости от цены и от заказчика. и выращивали этих деток в течение 15 лет. И как ребенок же он растет и вот эти полости, которые есть, получается, заполняются телом. А там, где была фарфоровая вот эта масса, некуда было расти, там, получается, тело не растет. И вот лет через 15 разбивали этот сосуд и оставался уродец. И вот этих уродцев продавали и за них платили огромные деньги и они очень сильно потешали народ. И росли они как раз вот в таких фарфоровых вазах. Я вам сейчас быстро покажу одну из таких картинок, чтобы она не ужасала. Ну вот такой. Да, вот так бедный деток делал. Ну вот сейчас уберу. Ну вот возвращаясь к нашему фарфору, что вот китайский фарфор с одной стороны клянил людей, да, в такую красоту и необычность и черепка, но с другой стороны вот такое удивительное явление породило выращивание младенцев внутри, да, превращать их в уродов. Почему именно фарфоровая масса? Я думаю, что скорее всего это связано с твердостью черепка, потому что глина, она обожженная, она не имеет такой твердости, как фарфоровая масса. И вот в Китае фарфор там продается, секрет сохраняет, и европейцы, сколько бы они не тратили бы сил, денег, не могут узнать, что же такое фарфор. И в Европе, как я уже говорила, ведутся алхимиками опыты. Там из скорлупы, из раковин, из чего там только возможно. И в Пруссии жил такой известный алхимик. Его звали Иоганн Беткер. Этот алхимик, он был мистического направления, он мечтал создать, получить золото из обыкновенных металлов. Мы слышали, наверное, многие, что алхимики мечтали получить золото. Вот Иоганн Беткер, он был очень талантлив алхимик, но он был заражен вот такой же идеей получить золото. И про него узнал прусский король, что он очень талантлив алхимик, уже ходили вообще слухи, что он вот-вот изобретет золото. И в то время земли было мало, денег было мало, и прусский король хотел вообще как-то улучшить свое благосостояние, и он решил, а такая практика в Европе была, решил арестовать Беткера, посадить его в замок, чтобы тот начал ему изобретать золото, и тогда прусский король разбогател. И однажды к Беткеру приходит бумага о том, что его ждут у двора, а поскольку такая практика арестовывать и сажать, ну вообще заключать в плен алхимиков была очень распространена, Беткер так и подумал, что скорее всего прусский правитель его хочет пленить, и он тайно бежит из Пруссии, и бежит он в Саксонию, а в Саксонии правит Саксонский Курфюст. И этот Саксонский Курфюст мечтает разбогатеть. И он узнал о том, что на его землю прибежал талантлив алхимик, и он объявляет на него облаву, и поймали Иоганна Беткера, и посадили его в замок. Вот такой красивый замок, и ему сказали, что он будет пленен до тех пор, пока не изобретет золото. И он вынужден изобретать золото, поскольку выхода у него больше нет. И ему был приставлен еще один ученый, что тот за ним присматривал, которого зовут Чернхаус. Его сейчас не очень хорошо знаем, но был такой, он просто был, ну, то, что называется ученый, даже не алхимик. Чернхаус, он создал в Саксоне три стекольных завода и создал очень большие оптические стекла. И наше русское правительство покупало эти огромные оптические стекла, потому что такого еще в мире никто не сделал, кроме Чернхауса. И Чернхаус говорит Бёргерам, что добыть золото из ничего это невозможно. И он ему предложил заняться изобретением фарфора. Он ему сказал, что я полжизни имею дело со стеклом. И время от времени провожу опыты по поводу фарфора. Давай ты продолжишь мое дело, поскольку к тому времени Чернхаус был очень-очень сдан. И Бёргер он убедил. И Бёргер начинает на основе опытов Чернхауса продолжать делать уже свои опыты оказались удачны. В 1710 году Иоганн Бёргер изобрел фарфор. Сейчас я потом Бёргера покажу. Изобрел фарфор. Саксонский Курфюст он был счастлив. Вот мы должны с вами просто понять что такое фарфор. Это не просто посуда. Вся Европа раздроблена. И есть маленькие вот такие государства. Каждый правитель он должен опираться на каких-то подданных. А эти подданные должны тоже опираться на каких-то людей. Им нужно было все время одаривать. Было такое понятие сеньора вассальских отношений. Сеньор всегда одаривал вассалов. Каждый вассал для кого-то становился сеньором. У него появились вассалы. Это типа наша маркетинговая система. И почему еще так раздробилась Европа на землях? Потому что сеньор обладает большим куском земли. Он отдает свой кусок вассалу, который ему хорошо служит. А этот вассал, в свою очередь, тоже отрезает куски от своего поместья другим своим вассалам. И получается, вся Европа уменьшается, уменьшается, и маленькие территории появляются, маленькие государства. А что такое фарфор? Это то, чем можно заменить золото, чем можно заменить землю. Вот вассал служит, ему подаришь чашечку фарфора, и все, и тот будет счастлив, и землю делиться нельзя, не надо будет. Поэтому фарфор ценился так же дорого, как земля, как золото. И вот когда Бютгер изобрел фарфор, саксонский Курпфюст Ангус Сильный, он страшно обрадовался, он понял, что он страшно богат. И он образовал завод, то, чтобы мы сейчас скажем, а раньше это была мануфактура рядом с Дрезденом, и есть такой знаменитый завод Мэйсиновский, или его иногда еще называют Мэйсиновским. И как раз это был первый завод в Европе, благодаря Бютгеру возникшим. Там работали люди, деятельность которых была разделена, потому что саксонский Курпфюст очень боялся, что кто-либо когда-нибудь узнает секрет фарфора. А так он получается такой же владелец секрета в Европе. Никто кроме него и Бютгера не знает этот секрет. И рабочие работали так, чтобы друг другом не общались. Каждый делал свой этап работы и не знал, что было до этого, что было после. Даже крошки от фарфора ценились очень дорого. Если какой-нибудь рабочий хотел вынести крошки, а всегда на таких заводах, что в Европе, что в России, платят всегда рабочий, мало, а ты очень тяжелый, потому что массу... А, Бютгер, он же что сделал? Он нашел соотношение чистой глины, потом он нашел, что в составе есть кварц и полевой шпак. И вот он нашел все эти соотношения, там на немецкой земле все это было найдено и вот это все держалось в секрете. Но все вот эти кварцы и другие составляющие надо было превращать в крошку. А что это... Как это делают? Делали при помощи жернов. То есть один большой камень клали сверху в другой большой камень и надо было его поворачивать. А кто будет поворачивать? Рабочие. Они запрягались как бурлаки и ходили по кругу. Очень тяжелый была вообще тяжелая была работа. И вот если рабочий какой-нибудь выносил крошку даже маленький кусочек фарфора чтобы подзаработать на стороне а перед выходом обязательно всех обыскивали то и узнавали что он что-то вынес то тогда демонстративно там рядом с заводом была яма и в эту яму сажали рабочего чтобы остальные видели что если украсть что-то с завода ты попадешь в эту же яму и вот такой был мысленовский завод где было все очень сурово а Бёргер когда основал завод он получил свободу свободу у него было аж два года но саксонский курфюст подозревал Бёргера что тот может на сторону продать секрет фарфора и за ним была круглосуточная слежка и через два года Бёргер был пойман в момент передачи фарфора секрета тому русскому королю от которого сбежал изначально но секрет не удалось передать потому что Бёргера поймали и его посадили опять в замок в тюрьму и там он уже закончил свои дни в заточении уже не была такая относительная свободы как в первый раз потому что саксонский курфюст очень боялся что Бёргер попытается еще через кого-то передать секрет но секрет конечно все равно стал распространяться по Европе очень быстро и в Европе тут-тут-там появляется заводы изготавляющие фарфор и вот смотрите мейсонский фарфор вы его всегда узнаете вы какой бы дворец в нашем городе или в пригороде не зашли вам экскурсовод обязательно скажет посмотрите направо посмотрите налево это мейсон или майсон в зависимости от того как он произносит почему потому что на мейсоновской мануфактуре выделялось несколько дней в неделю когда создавали фарфор только для России Россия делала заказы в огромном количестве и мейсонский фарфор он отличил всегда важна поверхность вот этого белого черепка да вот то что мы называем белье и это белье будет расписано цветочками а цветочки тоже легко отличить от других цветочков они напоминают такие цветы какие есть в ботаническом атласе когда мы берем ботанический атлас там цветочек с корешками изображен но там сохраняется количество тычинок да там пестиков и так далее и вот в мэйсоне брали цветочек или изображение только без корешочков но все анатомическое строение сохраняли и так вот это отличительная черта у мэйсоновского фарфора вот мы можем посмотреть что он фиолетовый но если мы будем взглядываться то мы увидим что там все очень подробно изображено это характерная черта для мэйсоновского фарфора вот знак мэйсона два перекрещенных мяча на обороте любого произведения из мэйсона и вот мы с вами видим такую табличку где пишут что порцелин мануфактура мэйсона порцелин еще мы знаем слово пёслин по-английски что переводится как фарфор для нас для русских мы в России говорим фарфор что переводится императорский сын неба во всей Европе известно слово по-другому произносящиеся как порцелин да пёслин и так далее откуда появилось такое слово когда-то привезли фарфор в Италию итальянцы увидели фарфоровые изделия их удивило что оно такое же гладкое как ракушка морская и в Италии определенные ракушки вот такие ракушки их называли порчелы что переводится молочный поросенок итальянцам казалось что вот эта раковина морская очень похожа на молочного поросенка вот тут даже такая картинка видите молочного поросенка как сравнение и когда итальянцы увидели фарфор они решили что это сделано из раковины которые похожи в свою очередь на молочного поросенка и так и сохранилось слово парчелло который певается как парцелин как пёслин по-английски что переводится изначально раковина а потом уже второе значение молочных поросенок и у нас случаются два слова парцелин и фарфор вот в Европе распространен фарфор все хорошо он там появляется процветает мэйсон да очень пользуется спросом а в России фарфора так и нет и уже в России если сначала была такая политика что надо подкупать китайцев то уже начали подкупать мастеров которые работают на мэйсоне но ничего не выходит правительству русскому не удается получить фарфор стеклет фарфоров и случилась удивительная история однажды в Швеции в русское посольство пришел человек который сказал что он арканист арканист это слово которое говорит о том что человек владеет тайной фарфора секретной вот этой массы он говорит что меня зовут Бунгер и я знаю как делается фарфор на мэйсоне потому что я там работаю но у меня большие долги и я предлагаю России заплатить за меня огромные долги и тайно вывезти в Россию тайно потому что любые мастера которые работали на мануфактурах фарфоров их у него был запрет на выезд из страны и русское правительство подумало а это было дело при Елизавете Петровне правительство подумало подумало и решило что это очень хорошо что согласно заплатить большие деньги все долги Бунгера но зато в России появится свой фарфор и так и получилось что Бунгера тайно вывозят в Россию образовывают здания избу которые называют императорский фарфоровый завод эта изба находилась в 10 километрах от Петербурга нынешняя станция Ломоносовская и туда в эту избу сажают Гунгера и говорят что хорошо делайте фарфор мы вам дадим ученика который будет вам помогать и от вас у нас следует секрет фарфоровой массы Гунгер говорит хорошо и стали искать ученика и нашли ученика которого зовут Дмитрий Виноградов вот такое единственное изображение Дмитрий Виноградов я хочу сейчас две минуты посвятить кто же это такой это был удивительный человек он родился в Суздале в семье священника его отец распознал когда еще Виноградов был маленький что у него незаурядное мышление и он его отправил учиться в славяно-греко-латинскую академию эта академия была создана еще Симеоном Полоцким и там единственное было место где можно было получить разностороннее глубокое образование и именно из этого заведения появился Московский университет и Духовная Московская академия уже поздние времена и Виноградов учился именно в этой славяно-греко-латинской академии после после того как закончил вот эту академию а в этой академии кстати учился Михаил Ломоносов он его был на 9 лет старше после того как закончили ученики многие вот эту академию лучших отобрали среди них был Дмитрий Виноградов и Ломоносов их отправляют в Петербург в академию наук в академии наук тоже продолжается обучение там держали только удивительно там талантливых детей которые были способны к наукам и из всей академии наук выбрали всего лишь трех человек и среди них был Дмитрий Виноградов и Михаил Ломоносов их посылают за границу учиться в Магдебург горному делу и они там учатся очень хорошо Дмитрий Виноградов туда приезжает когда ему было всего лишь 16 лет и он показывает удивительные вообще способности и понимаете это время если мы в исходной программе вспомним Ломоносова Ломоносов это человек который писал Оды прославлял Россию Елизавета Петрова и вот был такой всеобщий духовный подъем и Виноградов с Ломоносовым когда возвращались домой с отличной аттестацией по всем предметам они болели своим делом они мечтали что они вернутся что они разовьют металлургию будет горное дело у нас на высшем уровне они уже разработали план с чего надо начать поскольку всегда бюджет ограничен и вот они жили вот в таком состоянии что вот сейчас мы приедем и все вот такое будет и приезжает Ломоносову повезло он занимается своим делом а Виноградов когда приезжает ему приходит бумага подписанная Елизавета Петровна в которой говорится о том что ему нужно оставить горное дело и присоединиться стать учеником некого бунгера который знает секрет фарфора Дмитрий Виноградов был в шоке потому что он мыслил горным делом он столько там учился этого все силы свои потрат а тут он становится всего лишь вот таким учеником мальчиком на побегучках у какого-то бунгера и это же приказ императрицы он ничего сделать не может и он приезжает в этот завод который в 10 километрах от Петербурга станции метро Ломоносовская и знакомится с гунгером и у них от встречи осталось очень неприятное ощущение Дмитрий Виноградов это человек который с детства можно сказать занимается наукой это мощная фигура современники описывают что он был огромного роста хотя вот по фотографии это не понятно не видно но он был огромный у него такой был глубокий бас и когда он пришел он сразу гунгеру говорит давайте приступим к делу что мы тут будем с вами делать а гунгер что-то там залепетал ему страшно не понравился виноградов от него заперся в отдельной комнате и сказал что не надо ему ничего помогать пусть он ни до чего не дотрагивается в первую очередь до глины и пусть он ему не мешает Виноградов обращается в правительство говорит в чем же дело а ему говорят нет ты должен быть при гунгере ему не разрешают покидать в течение дня этот завод ничем заниматься ему тоже вообще чем-то заниматься ему не разрешают и он начинает тосковать у него начинается уныние и что делает наш русский человек в унынии особенно сейчас среди мужчин начинает пить ему по ночам можно отлучаться из этой избы фарфорового завода и он куда идет он идет в кабак причем Ломоносов к нему приезжал он тоже ничего для него не смог сделать вот распоряжение Елизаветы Петровны и все и он начинает страшно пить потому что он не может пережить вот это ощущение что он вообще может свершить горы он может вложить какой-то вклад в науку а тут он ничем не может заниматься и проходит так два года за это время Елизавета Петровна вообще уже начала беспокоиться она обращается к гунгеру через посредника барона Черкасова и барон Черкасов приезжает к гунгеру и говорит а где фарфор так гунгер ему говорит я не могу сделать фарфор потому что у вас печь плохая когда приглашают каких-то там удивительных мастеров которые перекладывают печь проходит несколько месяцев опять приезжает Черкасов от Елизаветы и говорит а где фарфор гунгер ему говорит я не могу делать в печи фарфор потому что у вас дрова плохие и потом опять приезжает Черкасов с требованием фарфора гунгер выносит ему несколько кривых черных изделий непонятных типа чашечек и с раздражением говорит я ничего не могу сделать мне мешает нечистый русский дух тут терпение Елизавета Петровна лопнула и сажает гунгера в сани и отвозит до границы а там как знает кто хочет что и делать вообще избавились от гунгера а виноградову говорят занимайся и ищи секрет фарфора и только тогда виноградов через два года начинает приступать к опытам и он уже ведет себя не как алхимик а как человек ученый человек науки он любое свое действие которое производит в опытах он записывает и методом проб и ошибок он ищет секрет одновременно уже он болен у него алкоголизм он пьет Черкасса все время подталкивает виноградов быстрее и быстрее изобретать и наконец в 1746 году виноградов изобрел фарфор Елизавета Петровна была счастлива а Черкасов хочет показать что фарфоровый завод может больше и виноградов он когда изобрел фарфор у него сразу энтузиазм немножко спал он ушел в запой и Черкасов начинает держать его под надзором ему не дают пить он заставляет его все время изобретать изобретать и в очень короткие сроки виноградов изобрел глазури которыми можно покрывать фарфор и виноградов жил в таких ужасных условиях что однажды он не выдержал у него была возможность он сбежал Черкасов его ловит и сажает на цепь цепь приковывает к стене перед ним ставится стол и запрет рабочим который уже работает на этом заводе проносить спиртное и не давать виноградовым ну а у нас тоже такая же была история что разделение труда чтобы никто не знал из чего сделал фарфор виноградов первый свой рецепт фарфор записал шифром боясь что вдруг его кто-то украдет и вот описывают современники что это была страшная картина что человек мощного вообще вот такой мощи он был настолько уже болен вот это такое состояние отчаяния которое в нем было за вот эти последние года что когда ему не давали пить он сидел на этих цепях да вот у него рядом стоял стол и он просто издавал звуки как раненое животное и рабочие они не выносили им было настолько его жалко что вот такой человек ему так плохо что они тайком ему проносили спиртное он попивал немножко успокаивался и продолжал делать опыты но он очень быстро скончался он такой жизни не выдержал и вот тут знаете удивительная вещь произошла потому что когда был виноградов изобретение фарфора было оценено но виноградов ничего не получил от Елизаветы Петровны все блага получил Черкасов ему дали землю ему дали титул ему дали денежное вознаграждение и это его стимулировало что он все время заставлял виноградов делать больше и больше разных опытов над фарфором и даже после смерти имя виноград Дмитрия виноградова оно забыто и мы с вами сегодня знаем что имя Ломоносовское есть завод императорский фарфоровый завод который недавно назывался ЛФЗ и он в советское время назван был в честь Дмитрия в честь Михаила Ломоносова и вот даже в этом какой-то такой момент печально для виноградова потому что Ломоносов он не имел отношения к фарфору никакое кроме того что он был другом виноградовым а в советские времена часто переименовывались известные заведения и давались известные имена но это специально для сознания мы когда что-то знаем знакомое нам это приятно и вообще советская идеология она очень хорошо работала на таких архетипах на традициях мышления и поэтому фарфоровый завод ЛФЗ был назван в честь Ломоносова и сегодня мы не знаем кто такой Дмитрий Виноградов я хотела бы чтобы вы теперь знали кто это такой удивительно ученый и вот я вам сейчас хочу показать это была первая чашечка которую создал Дмитрий Виноградов был первый его опыт она не кривоватая если вы заметите и вся в точках когда вы покупаете фарфор вы всегда смотрите чтобы поверхность была чистой беленькой и если где-то хоть одна точечка у вас встречается вы должны знать что это брак и при ЛФЗ на сегодняшний день есть отдельный магазин который продают с браком и брак выглядит в том что поверхность где-нибудь встречается с точечкой и цена сразу падает для фарфора это неприемлемо вот первые опыты связаны с тем породили такой фарфор несовершенный где встречаются черные точечки вот еще при нем создана была такая чашечка она тоже еще кривовата еще рецепт до конца не отрегулирован уже с глазуриками которые он изобрел а вот очень часто когда появился фарфор делали табакерки для нюхательного табака и это было ну как сказать модно престижно вытащить табакерку и табак нюхали не только мужчины но и женщины и эта табакерка не из драгоценного металла а из фарфора и вы открываете посмотрите на фарфоре встречаются цветочки и сначала цветочки делали такие же как на мэйсоне для чего потому что показать а мы не хуже мэйсона мы тоже умеем цветочки изображать но если мы будем глядываться и сравним русские изделия и мэйсеновские то мы увидим что мэйсоновские они как из ботанического атласа картинки сделают только без крышков а русские они там уже под настоящее но уже немножко так стилизованно нет вот такой дотошности в анатомии цветка и вы открываете крышечку а там картинка и видите тут как мопс смотрится в зеркало и это очень было популярно ценился белый цвет фарфора посмотрите это тоже табакерка которая принадлежит Елизавете Петровне она вся беленькая белье это очень снилась белизна фарфора и там написано что она принадлежит Елизавете Петровне а вообще была такая традиция тенденция мода например девушка хочет подарить молодому человеку табакерку а он ей накануне прислал письмо и у нее есть письмо с почерка молодого человека она покупает белое изделие белье идет гравюру показывает почерк своего возлюбленного и гравирует что эта табакерка принадлежит ну не знаю там Петру Ивановичу тому человеку который прислал письмо и она ему потом дарит и у него получается табакерка на которой с его же почерком написано что эта табакерка его вот вот были такие модные варианта и вот посмотрите делаются шахматы они делаются как в блине но знаете что интересно то есть вот смотрите то что мы говорим ладья видите появляется ладья мы говорим слон появляется слон конь так конь да все вот как говорится так и изображается вот эти пешечки вот первый сервиз чайно для лизаветы петровны он покрыт золотом а вот сервиз столовой там очень было много предметов и на нем изображена сетка вот эта сетка она стала символом сегодняшнего фарфора ЛФЗ вот еще вот эта сетка да это еще сервиз а вот если мы посмотрим на сегодняшние сервизы на нашем фарфорном ленинградском заводе которые делают они тоже расписываются сеткой это в память о том первом столовом сервизе который был сделан для Елизаветы Петровны и вот здесь вам картинка Черкасова барона которая вся заслуга принадлежала за появление фарфора в России я бы хотела чтобы вы запомнили Дмитрия Винограда и еще напоследок я вам хочу рассказать удивительную вещь которая есть только в нашей стране и на нашем императорском заводе была изобретена был мастер который не имел художественного образования он все время водился с глиной и звали его фамилия у него была Иванов и он создал удивительный букет вот такой букет у него несколько букет он что-то добавлял фарфоровую массу и лепил цветы все эти цветы имеют пропорции толщину лепестков такие же как настоящие вообще из фарфора лепить почти невозможно потому что фарфор очень быстро застывает в руках он покрывается трещинками и из него слепить очень сложно но можно но что-то такое толстенькое а вот этот Иванов придумал какую-то формулу массы фарфоровой и у него появилась возможность создавать вот такие тончайшие лепесточки вы посмотрите как это все сделано и когда этот мастер Иванов умер его жена смотрите тут сердцевинка вот тут если лепесточек то лепесточек выглядит как живой и его жена после смерти этого мастера Иванова пришла к Николаю первому и говорит что у меня есть рецепт фарфоровой массы и я прошу за нее определенную сумму денег а Николай первый подумал что она слишком много просит когда вдова Иванова сожгла тетради с рецептом на сегодняшний день никто в мире так и не смог придумать вот эту фарфоровую массу которую придумал мастер Иванов и в Мухинском училище примерно раз в 3 года кто-нибудь заболевает вот этой темой и на дипломе пытается создать что-то в этом духе но это конечно очень далеко и грубо от Иванова и есть один мастер в Москве который немножко дальше чем другие приблизился к этой массе но нет такого пока человека который бы мог воспроизвести вот эту массу и создавать букеты похожие как ножевые вот все что я вам сегодня хотела рассказать если есть вопросы задавайте а когда вот Прусси было запретено в 1710 это не Прусси это в Саксоне а у нас в 1746 на 36 лет позже скажите пожалуйста есть технология под глазурной росписи и надглазурной росписи с точки зрения искусства плюсы минусы чем они интересны скажите пожалуйста ну давайте вернемся к понятию бисквит да еще раз напоминаю это масса фарфорового вы отправляете в печь в печи стекается фарфоровое масло но у вас шероховатая поверхность если это подглазурная роспись например кобальт это всегда флотглазурная роспись вы тогда берете разводите там кобальт в данном случае с водичкой порошок с водичкой берете кисточку и создаете узор вот на этой шероховатой поверхности после этого вы сосуд окунаете в прозрачную глазурь и отправляете в обжиг глазурь растекается кобальт проявляется ярко-синим цветом это называется подглазурная роспись а надглазурная если вы берете бисквит покрываете его прозрачной глазурью и у вас появляется белье и дальше вы берете глазурь это тоже стекло только соки с семиметаллом и вы расписываете поверхность уже по гладкой вот этой прозрачной глазурью и потом отправляете в обжиг и достаете вот у нас два типа подглазурной надглазурной чем плохи и хороши два типа метода надглазурная которая по прозрачной глазури сделана роспись она дает возможность сделать много цветную поверхность много глазури которым не нужно высокий обжиг и тогда у вас более яркий сосуд а подглазурной есть такие составы в том числе кобальт которые нельзя использовать как надглазурной и таких веществ мало но они есть и они тоже играют в палитре поэтому часто вот китайцы что они делали они сначала устраивали подглазурный обжиг да роспись а потом когда сверху заливалась прозрачная глазурь еще и надглазурное изображение было получается сосуд много раз обжигался и там присутствует и подглазурная роспись и надглазурная а в художественном смысле тут нет это как мастер сделает в каких случаях больше полутонов полутонов больше надглазурного да это связано с температурой обжига многие глазурьки не выносят высокого обжига и таких глазури очень много и поэтому много цветов и когда вы делаете надглазурную роспись то там обжиг не нужен высокий и проявляется много цветов мы показывали сейчас это надглазурное да а что больше ценится ну как вам сказать это зависит от состава понимаете что вы вкладываете в памяти ценится если мы говорим по дороговизне то всегда подглазурное если это связано с кобальтом то сам кобальт он очень дорогой был и поэтому цена сосуда она увеличивается правильно за счет этого а дальше это художественная ценность это зависит от мастерства художника ну в наше время да потому что сейчас кобальт более распространен он уже не ну чуть дороже чем остальные цвета и мы сейчас будем судить о его художественной ценности а наша гжель это тоже кубль тоже подглазурное да наша гжель как раз чем гжель это знаменитый сейчас я этот момент вам не рассказала что в гжеле есть захоронение вот этой чистейшей белой глины в нашей стране и когда виноградов создавал фарфор он брал глину вот эту чистейшую из гжели и она входит в состав фарфора у нас есть английская школа что-нибудь скажите есть много разных фирм ну фирм мастерских заводов которые изготавляют да двухцветные английские вы про Веджевод хотите про Веджевод ну вот Веджевод и многие другие мастерские они создают фарфор так называем каменной глины каменная масса это масса которая тяготеет к стеклу поэтому черепок он более стекловидный чем у нас у нас ближе к керамике а у них состав ближе к стеклу потому что у них вот эта белая глина она заменена немножко другим составом и вот Веджевод он как раз изначально создал не фарфор вот такой чистый который у Мэйсена потом производился а он его опыта сначала привели той же к фарфору который ближе по составу к стеклу а потом он уже стал думать что же делать и ему помог такой случай но это легенда может быть и правда он был у парикмахера и парикмахер ему посыпал его парик пудрой а пудру делали из белой глины и тогда он сообразил что вот некоторые компоненты можно заменить белой глиной и так в состав немецкого фарфора который в Мэйсеновске стала входить чистейшая глина королина а там другой состав он связан со стеклом костяной фарфор фарфористы очень презрительно относятся костяному фарфору если кто-то не знает то мы с вами конечно не фарфор похож на фарфор костяной фарфор если фарфор выглядит вот так стеночка вообще фарфор всегда вы определите фарфоровая масса или это похоже на фарфор от него приятное ощущение он такой немножко тяжелый при этом стеночка от него ощущение упругости от хорошего фарфора если вы посмотрите на свет то он пропускает он светоносный не то что там свет прям видно но свет он пропускает и очень чистый звук фарфора фарфор фарфористы не очень ценят фарфор такой настоящий а к костяному фарфору относится пренебрежительно почему потому что коалин в костяном фарфоре то есть белая вот эта глина наполовину на 50% заменена пережженными костями животных поэтому называется костяной фарфор но эта масса дает какой эффект часто можно увидеть особенно в сувенирных магазинах чашечки где стеночки тонкие тонкие ну прям как лист бумаги если вы уже смотрите на свет там кажется что вы все это видите ну прям прозрачные стеночки да очень тонкие иностранцы очень любят у нас покупать костяной фарфор потому что он за границей есть но как правило он недоброкачественный у них они какие-то я видела чашечки за границей из костяного фарфора они какие-то деформированы а у нас умеет на фазе делать нити хороший костяной фарфор где такая форма хорошо держится симметрично все свет глядит но вот фарфористы от того что там кости да и он не похож на изначально фарфор они всегда говорят ой этот костяной фарфор лучше настоящий полегче эти чашки да они всегда очень легкие или тоненькие стеночки и они свет да в советское время часто продавались такой формы а то что сейчас рисунок наносит типа переводных картинок это его тоже обжечь нужно в результате все таки а как это делается кстати там есть да это деколь называется есть ну как целлофан сейчас я вам как скажу как пакетик на нем есть картинка и эта картинка это что-то это сухая глазурька который уже впечатлен на этот пакетик и вы прислоняете этот пакетик и прижимаете зажим должен быть снимаете поверхность и отправляете в печь поэтому часто бывает такая сеточка видна или где-то какие-то вещи не пропечатаны потому что это все очень быстро оделся накладывается ставится накладывается ставится и отправляет в печь как получится да а технологии скажите а можно посмотреть на прототип от которого вот началась традиция на сетку ну то есть на ленинградском парку он задушил еще один раз ознакомься так это уже сегодня вот посмотрите вот этот сервиз это тарелочка а он изначально вот такие ну это один тот же сервиз там очень было много предметов влитными числами вот такой это собственный сервиз Елизавета Петровна в Петро дворце по-моему часть есть да я думаю что в наших вообще дворцах и в мессендорских фарфор и в наших императорских фарфор присутствует огромное количество да слышим технология производства сейчас современная то есть идет сушка и обжиг на ленте на одной ленте или сушка отдельно потом вытаскивается это все вставляется в печь а что вы подразумеваете на лице что вы подразумеваете конвейер а конвейерные сушилки и печи так есть отдельные шкафы выше меня огромные там есть полочки там подержится все время температура вы изготавливаете сосуд из фарфора да как правило из фарфора изготавливается сосуд так делается форма сначала форма она может быть глиняной как угодно вы сделали форму потом вы эту форму отминаете в гипсе гипс снимается соединяется у вас появляется гипсовая пустота и в эту пустоту вы наливаете жидкую фарфоровую массу она там постоит гипс он чем хорошо он впитывает воду и у вас получается там где вода исчезает стеночки заполняется фарфором да вот этой фарфоровой массой лишние вот этот жидкий фарфор вы можете вылить а может он весь впитаться ну вы снимаете разнимаете форму гипсовую и у вас получается вот такой красивый отлитый фарфоровый сосуд после этого он стоит сушится 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 а потом уже думают что он наверное уже высох но его надо точно просушить если сосуд будет не просушен он в печи лопнет и его ставят в огромный шкаф где поддерживается температура на полочку это сушило называется после этого когда высохнет там через день через два отправлять в муфельную печь ну муфельная печь как выглядит она разных может размеров от маленькой до большой быть и там подается температура да и поддерживается жар в этой муфельной печи и вы туда ставите ну там полочки скорее всего есть потому что большие печи и вы туда кладете свои изделия и обжигаете потом достаете потом покрываете прозрачной глазурью и опять обжигаете вот такая технология ничего не изменилось также ручной на лфз расписывал и технология это же не так давно было запретено особо таких новшеств нет самое большое новшество это то что придумывается новая форма да и на лфз поддерживается традиция форм если вы придете там есть два магазина на лфз есть один для с браком и такие распространенные изделия да а есть эксклюзивные где сохраняется форма вот у нас фарфоровый завод получил в расцвет двадцатые года тридцатые да очень много мастеров там работало и там сохраняется форма Малевича и так далее да и вы там можете купить старую форму сами расписать а можете купить уже форму расписанную современным художником но вот старинную форму то есть вот эта традиция преемственность есть но к сожалению я хочу вам сказать что фарфоровый наш завод он нам уже не принадлежит фарфористы которые там работают говорят что его выкупили французы хотя эта ситуация не афишируется скажите а малая скульптура она в общем изготавливается так же как посуда как посуда только потом вручную доводится нет сначала форма доводится ее обрабатывают чтобы она была точной потому что все эти слепки они же неточные а так снимаются лишние ножом и так далее фигурки руками сначала первоначально да изначально то же самое если это на поток сначала вы из глины делаете потом вы формуете в гипсе достаете но вы уже потом острыми предметами ну а так и так далее фигурка чтобы у нее шейка была ровненько чтобы пальчики все были с многоточками за этим следом и это очень трудная работа вот эти фигурки делать то есть сегодня мы с вами не ценим а когда-то фигурки они были очень популярны я вот не стала сюда включать я не думала что вас заинтересует а вообще это очень интересная история с этими фигурками особенно у них просто можно залюбоваться у них даже такие смешные все время сцены неожиданно встречаются кто-нибудь с кем-нибудь кокетничает там кто-нибудь ножку вытащит и так далее очень была популярна такая скульптура а раньше скульптура развлекала вот приходим в гости стол накрывается на стол стоят вот такие фигурки и вы пока там с гостями общаетесь едите вы все удивляетесь ну вот же как она ножку вытащила нож что-то делает и так далее это очень были популярны такие фигурки и у нас ножка это что а вот как они женское платье делают узорчатое тончайшее тончайшее миллиметр причем с отверстием как эта сетка только без да-да-да это удивительно но это отдельная тема это и есть искусство это и есть искусство замок который вы показали где он это рядом с грязным альбрехтбург ну там музей кто рассказывается про Берге как его заточили а мотив сетки он как-то обосновался или это на лакарский прием то что был создан Березаица Петровна ну это нет это вот придумали художники которые работали просто она настолько оказалась удачная что так ФЗ и оставляет эту сетку потому что все время люди покупают она привлекательна и это как лицо ФЗ когда ФЗ рекламирует часто изображает современные сервизы расписанная сетка и еще получается это идет от первого столового сервиза вы не могли бы вы сказали два из заводов в Московской области помимо Дулевского в Бербилках и в Никита Дулевых они там что-то понимаете там там вообще они характерны фаянсом а не фарфором фаянс фарфора вы ну наверное все да примерно могут определить дома едят они с фаянсом вы едите с фаянсовой посуды или с фарфором фаянс всегда толстый и он никогда не бывает белым он серый и чем отличается фаянс от фарфор составляющие все те же самые там присутствуют калийин полевой шпат и кварц все то же самое но это знаете как салат оливье вот можно сделать вкусный салат оливье да это у вас фарфор а можно туда добавить очень много колбасы и очень много огурцов ну к примеру это будет ваш фаянс вот разница только в пропорциях и из-за этого получается из-за разницы в пропорции фаянс быстро откалывается он серенький он не беленький и так далее а у фарфора хорошее очень свойство и вот то что вы говорите о тех заводах они фаянс как раз расписывали ну уже в русском нашем стиле и развивались как фаянсовое производство то же самое как джель это тоже изобретала она делала фаянс потому что там будет чистая глина но потом когда был изобретен фарфор то в гжель уже пришел фарфор ну вот уже рецепт передан был фарфор из гжели выбрали белую глину они до сих пор на своем сырье работают да есть вот понятие гжель а есть под гжель когда вы переворачиваете изделие вы переворачиваете изделие и там должно быть написано гжель если это не написано то это делают под гжель ну как подделка под гжель такой есть термин есть термин фаянс он используется два значения первое значение которое я вам сейчас сказала что это как фарфор но другие пропорции это вот то что мы с вами называем фаянсом а есть еще другая это искусствоведческая история она связана с исследователем Кубе который первый внес понимаете в искусствоведении в любых науках очень сложно всегда с терминологией одни понимают одно, другие другая и фаянс поэтому получает два значения первое то, которое я вам сказала а второе значение которое означает то, что любая керамика, любая глина покрытая глазурью а сверху расписана это фаянс но это не тот фаянс понимаете, это глина это керамика а вот то, что мы сегодня называем фаянсом это другие пропорции той же массы, как фарфор да? понятна разница, да? спасибо да, спасибо 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 спасибо